Ребята, всем привет! Спасибо, что вы остались и разбежались на последний доклад. Поэтому давайте мы, наверное, тогда начнем. Прорифмованное название доклада мы уже с вами послушали. Давайте, наверное, тогда сейчас поговорим немножко про нас, кто мы такие, почему мы здесь выступали, зачем, в принципе, вообще сюда приехали. Мы представители студии Олега Чулакова. Может быть, кто-то про вас, про вас, про нас из вас слышали. Мы являемся разработчиком номер один, как в частности для банков, для финтека. Имеем награды определенные, занимаем определенные места в рейтингах. И в целом это вот что-то про нас. Теперь я. Да, спасибо. В общем, у нас более 14 лет опыта, у нас уже 200 плюс специалистов, у нас зад тысячу проектов и у нас больше 141 международной награды. Я считаю, что это круто, поэтому мы об этом говорим. Это стоит нашего внимания. Спасибо. Да, и в целом нам много кто доверяет, у нас много клиентов. Я не понимаю, как держать микрофон, так что, если что, извините. Да, у нас много на самом деле клиентов. Мы постарались на этот слайд вывести хотя бы примерно тех, кто из сферы, о чем мы сейчас будем говорить. Поэтому, если хочешь посмотреть на наш объем, у нас есть это все на сайте. Работы очень много, поэтому давай дальше, Юля. Дальше. Да, и, наверное, немножко про нас. Еще раз, меня зовут Юля, я лид-аналитики в студии Олега Чулакова. У нас свой небольшой отдел аналитики. В целом он растет, не по часам. И, в принципе, как-то так все происходит и живет. Юля забыла добавить, что у нас самый красивый отдел аналитики. Потому что, если посмотреть на нашу текущую команду, у нас очень красивые девушки. И у клиентов всегда возникают вопросы, когда они приходят на встречу и начинают о чем-то умном говорить. Потому что у них что-то не стыкуется. Поэтому за ум нас отвечает Юля и за красоту тоже. Я просто Тома Бондаренко. Я метал-специалист сегодня, может быть, завтра уже по сеньорам. Как бы еще увидимся, может быть, где-нибудь. И мы, в принципе, решили выступать в паре. Потому что аналитик плюс дизайнер нам посчиталось это крутым. Вот поэтому мы вдвоем. Да, спасибо. Ну что за аудитория? Спасибо, ребята. Спасибо, приятно. Да, и, наверное, немножко предысторию. Почему именно мы хотим рассказать про этот кейс и в чем вообще его суть, смысл и как это появилось. Как, в принципе, уже сказали, мы достаточно большая студия. Мы живем уже достаточно долго, давно. Охватили большую часть рынка, соответственно, именем нашего основателя. И, в целом, мы понимаем, что нам становится немножко тесновато и узко. И последняя ситуация говорит о том, что, в целом, нам пора идти на какие-то другие рынки. И, в целом, мы уже готовы развиваться. У нас появляются специалисты с ЦН близким. Как, как сказать, у нас весь отдел лидиков ПЦ плюс Ц1. И, в целом, мы понимаем, что мы к этому готовы. У нас есть кейсы. Мы готовы покорять этот рынок. И первое, что было, мы решили пойти именно в Мену. Если кто не знает, Мена – это те регионы, которые касаются Саудовской Аравии, Эмираты и вот эти все наши друзья сейчас. И мы, в целом, подумали про этот рынок, что, в целом, было бы неплохо поэто поизучать, пообщаться. В целом, понять, что происходит с дизайном, есть ли нам что-то предложить этому рынку и как мы сможем с ними пообщаться. Что мы начали делать? У нас появился офис в ОАЭ, в Дубае. И, в целом, мы стали решетчить этот рынок, что мы можем предложить. Как мы выяснили, общаясь с местными ребятами, все, что касается именно ребят, которые непосредственно живут как релаганты, либо экспаты, местные. Там случилась такая история, что мы тоже с кем-то успели познакомиться. Что мы поняли? Дизайн культуры нет вообще. Вся Мена абсолютно… Короче, там такая история, что у них же по большей части работает история с разработчиками, да, вот, которые, соответственно, как правило, на Синдии. Очень много хорошо работают и достаточно подвиженки. Вот, и, в целом, как бы и всем нормально, да, нас это сильно поразило, потому что культура дизайна, вот, ну, вот, от мне это слово совсем. То есть, в Синдии, это с какими-то приложениями, всем нормально, что ничего не грузится, не работает. И в этот момент мы, конечно, уже поняли, нас просто осенило, и мы поняли, что это акватор возможностей, и нам нужно туда залетать, потому что там для нас работа найдет. Да, и в целом там еще такая история была, что кто сделал, тот и сверстал, и поэтому в целом обсудить нормальную историю. Да, и мы решили зайти с нашими практиками из ИК, Юля, об этом расскажешь чуть попозже, мы решили удивить и показать, что можно сделать лучше, можно выделиться среди конкурентов и в целом перевернуть представление о качественном дизайне, и не только качественном, но и функциональном, и эмоциональном. Мы, в принципе, с этим и решили зайти. Да, и немножко тогда про DIP, почему это все сильно коннектится именно с банковской структурой и в целом с сегментом. У нас есть свой внутренний продукт, который называется DIP. В чем заключается суть этого продукта? Мы, дизайнеры, аналитики большой командой, взяли, проресерчили абсолютно все приложения банковские России. Мы проанализировали ключевые пользовательские сценарии, мы их выведали, точнее определили, соответственно, проревьюили абсолютно все до каждой кнопки, до каждого перехода, и как пользователям просто, либо не просто взаимодействовать, переводить деньги, либо открывать кредиты в этих самых приложениях. И в этом заключается наш продукт DIP, что мы проанализировали абсолютно все, мы дали свои какие-то оценки, соответственно, как эксперты, где хорошо, где плохо, и как это можно улучшить, и какие есть best practices на нашем рынке. Поэтому за счет того, что мы имеем определенный опыт, с помощью нашего продукта, в целом мы поняли, что это наша сильная сторона, банкинг, и в целом мы готовы тогда выходить именно с этим и показывать свою экспертность через наш продукт. Это я. Да, и, соответственно, в чем была цель? Цель первая. Мы хотим первого зарубежного клиента. Мы хотим, мы готовы, и в целом мы понимаем, что нам действительно есть что предложить. В России очень сильный викс, в России лучший викс все, что касается банкинга. Это правда, и мы с вами абсолютно счастливые люди, что мы можем с одного банка перекинуть деньги на другой банк, когда те же самые ребята из Латинской Америки ждут 2-3-4 дня. Поэтому в целом, короче, мы очень крутые, и мы на самом деле очень, как с вами специалисты, мы на самом деле действительно можем гордиться, что у нас это так работает, так существует. В общем, мы поняли, мы хотим клиента, мы хотим получить хотя бы первый кейс, да, то есть если у нас ничего не срастется, у нас будет офигенный кейс, который может в последующем работать на каких-то преселах. В общем, как все началось? Когда мы поняли, какая задача перед нами стоит, мы определили для себя какой-то сценарий, по которому решили идти. Ну, классически это сбор команды, изучение банкинг-техниши, изучение конкурентов и процессов, изучение приложения NBD банка и пользователей. Почему NBD? Потому что даже не зная о том, что есть у них на рынке, в любом случае это есть на слуху, и мы сразу поняли для себя самого крупного клиента. Поэтому мы решили рискнуть, козырнуть и пойти таким путем и удивить самую известную систему банковскую, которая там есть. И потом мы приступили к генерации идеи, мы, понятное дело, к реализации. Сбор команды. Тут мы сразу поняли, что идти обычным путем не пойдет. Мы собрали огромный фокус-групп, условно, где поняли, что должен быть сильный арт-директор, который там суперосознание, эмоушен, который будет просто оживлять все, что нам нужно. Мы выделили самого сильного проекта, который умеет говорить и на английском, и на русском языке, и очень суперклассно шарит за сметы в Дирхамах. Мы взяли с собой самого сильного аналитика нашего лета Юлю, и двух дизайнеров, меня и моего коллегу Влада, мы поняли, что за каждым должна стоять определенная задача. То есть один условно генерит идеи, вкидывает все, что нужно, второй подчищает, делает крезы и все это шлифует, чтобы не смещать фокус и не делать какую-то путаницу. То есть мы понимали, что у нас нет права на ошибки внутри команды, мы должны сделать все четко, и каждый должен заниматься тем, в чем он хорош, потому что планку мы забрали сильную, поэтому мы отобрали от таких людей. И, конечно, когда мы с вами говорим про какой-то новый рынок, мы понимаем, что нам нужно изучить в целом саму систему внутри, саму банковскую систему именно ОАЭ, как это все там работает, как это вообще все происходит. И в целом это тот путь, который мы с вами, как аналитики и дизайнеры, не должны ни в коем случае пропускать. Очень приятно, что предыдущие спикеры тоже про это говорили, обращали внимание, что говорить с пользователями это важно, общаться это супер, нужно проводить исследования, нужно общаться с людьми, которые потенциально могут быть в сегменте вашей аудитории. Поэтому это то. Что мы думаем? Мы думаем, что, а, короче, это Дубай, там с этим приложением все очень плохо. У них есть деньги, у них нет банков, у них нет сайтов, все очень плохо. Но на самом деле, как выяснилось, что с последними ситуациями в мире и в рынке в целом мы понимаем, что в Дубае и в целом ОАЭ как страна супер развиваются. Куча денег. Вкладываются не только внутренние какие-то ресурсы работают, вот эти все богатые шеи и тому подобное. В целом все идут туда, потому что есть деньги, есть инвестиции, и это может нам работать. Мы понимаем, что, окей, эта область работает, мы будем с этим работать и, в принципе, деньги короче есть. Вот, и в целом понимаем, что, что касается банкинга, работает все отвратительно. Чтобы вы понимали, деньги за рубеж быстрее и проще отправить, чем к внутреннему какому-то получателю. То есть, арабу, находясь в Дубае, может прислать деньги и ждать эти поступления примерно на 3-4. Так это и работает. И хочется сказать, что при этом пользователи не получают никакой обратной связи от представителей банка. То есть, это не уведомление, это не ответы на письма. У них не работает колл-центры. То есть, вот все максимально плохо. Да, это прям проблема. Прям проблема. И в целом, по аудитории, когда мы начали шарить эту судьбу, мы понимаем, что, ну, ой, Дубай, это же красивые лодки с красивыми арабами. Все безумно дорогие, живут в каких-то хоромах, дворцах и вообще очень сильно завидуют люди, чтобы они были прокляты. Но, тем не менее, мы понимаем, что абсолютно все не так. На самом деле, большая часть населения сейчас это те арабы, индусы, это пакистанцы и вообще абсолютно все ребята, которые приезжают туда за хорошей жизнью, на заработки. И такое население составляет более 70%. То есть, понимаем, что наш сегмент, да, конечно, богатые арабы в том числе, но, тем не менее, есть куча людей, которые привыкли. И они хотят видеть нормальные приложения, потому что они с этим уже сталкивались и работали. Например, как революция. Те страны, они в целом привыкли работать с классными приложениями, а Дубай, в целом, от Эмиратов и от Мены, они ждут те же самые решения. Они ждут зарплаты на свои карты, потому что шейхи их деньги не считают, в отличие от тех, кто этим живет, зарабатывает и, конечно, испытывает, конечно, большие трудности. И, в целом, тут еще хотелось, кстати, про это добавить, что деньги-то действительно есть. И если смотреть на нишу, что сейчас происходит с Мены, они покупают себе Роналда. Они устраивают суперские турниры по киберспорту, если кто там в теме, всем привет. И, в целом, короче, деньги есть и готовы меняться рынок. Готовы меняться те люди, которые сейчас там проживают, существуют. И, в целом, это наше окно возможностей. Ага, это опять я? Да, это я, да. И, в целом, тут стоит поговорить тогда про конкурентные процессы. Мы понимаем, что у них очень, вот эта вот, скажем так, линия между высшим сегментом и низшим сегментом, она абсолютно четкая. Мы понимаем, что есть топовые банки, которые к государственной структуре плюс-минус относятся, работают в этой связи. А остальные банки мелкие, они просто тупо умирают. То есть на сегменте есть примерно там 3-4 условно банка, которые забирают абсолютно все, и есть те ребята, которые, по сути, вымирают. И мы понимаем в этом процессе, да, что надо проследить эту ситуацию, нужно понять, кто топ, кто, скажем так, аутсайдер, и как с этим дальше работать. Да, и тут хочется сказать, что мы сразу поняли, кто будет нашим клиентом. Как я и говорила ранее, это Emirates MBD, это как Сбер у нас в России. Самый жирный, самый надежный, самый известный, самый старый, и он подходит для всех возрастных категорий. Мы сразу поняли, что так как мы имеем опыт, значит, надо запрыгивать, да, и выносить кабину условно в дизайне. И мы начали знакомиться с процессами. На самом деле это оказалось сложнее, чем мы предполагали. Мы начали искать релокантов и экспатов. Мы начали искать своих внутренних агентов, кто там случайно в отпуске, кто там мимо проезда. То есть мы шли нахрапом, мы были наглыми и заставляли людей тратить свое время, чтобы нам доставили какую-то информацию полезную. Мы начали изучать открытые источники, мы читали форумы, как старые бабушки. Это было очень тяжело, они все такие плохие, но там очень много полезной информации. И мы проводили ревью, да, там более 500, 500, простите меня мой русский, отзывов о приложениях, в сторах. То есть было прям реально много проделано работы. Мы изучали местный, как наш iRecommend, Trust the Pilot. Правильно сказала Юля? Да, все правильно. Мы изучали отзывы и там, то есть массив данных, которые мы обработали, я не знаю, как оно уместилось у нее в голове, но она все структурировала по полочкам. Это было очень сложно. Да, и тут важно понимать, что когда вы ходите на зарубежный рынок и хотите работать с другими заказчиками, есть проблема конкретно над этих людей, с которыми вы можете поговорить дэд-дэд. Это в России просто найти людей, но все, что касается зарубежных рынков, как правило, можно выходить на релакантов. И это все истории, которые связаны, например, с телеграмм-чатом. И знаете, там есть все, которые уехали в Дубае, и там русские ребята сидят, переписываются, либо живем в США и наслаждаемся Калифорнией. То есть в целом там ребят русских найти можно. Как правило, они все очень отзывчивы, никому не платите деньги за это, пожалуйста, прошу. Просто попросить помощь, как правило, наши ребята помогают с этим. Вот, и да, мы читали форумы, плакали, глаз выгадывался, но мы читали. Так это и было. Да, и при изучении пользователей и в целом MBD мы все, что мы анализировали, всю информацию, которую мы получали от наших агентов, которые ходили даже в ДТЦшки и говорили, вот это вот арабы, они ходят так. Обычно это женщина-мужчина, какой-то ребенок, они все идут луи витом. То есть вот словно даже до таких моментов доходило, но в целом мы определили для себя этой аудитории. Это арабы, это экспат. Как правило, все из них хотят поддержки, как правило, все они знают цены своими деньгами, они хотят возможности управления онлайн и все, что касается экспатов, а арабы пока к этому еще не привыкли. А, ну да, тут слово я. Да, и в целом мы, значит, знакомимся с процессом, когда мы решили, что именно с этим банком будем работать, мы добыли скэншоты, у нас был доступ к этому приложению. Поэтому в целом нам, кстати, повезло, мы не смогли его подыграть, но мы смогли получить скэншоты. Хотя бы так мы смогли провести у них с ауди, для того, чтобы определить вот эти вот точки, моменты, с которыми, как бы, где люди потенциально не могут справиться, как это можно улучшить. То есть у нас получилась такая огромная карта вот этого ауди, чтобы потом было проще работать и нашим ребятам, и в целом покозырять бред банком. Да, но работа была пыльная, потому что более, сколько там, несколько сотен скэншотов, которые мы пытались просто соединить воедино, и по нему какой-то фул простроили. Это очень сложно, особенно, когда ты не понимаешь… Там еще такая была проблема, где заголовки не относились друг к другу, то есть приходилось додумывать, какая кнопка ведет куда из-за того, что, ну, логика нарушилась на каждом скриншоте из того, что даже было. Да, мы еще не сдохли. Да, и что обнаружили? Абсолютно нет никакого функционала для развития. И в целом мы анализировали конкурентов этого банка, кто тоже стоит в топе. Есть лучшее решение, чем у условного как Сбера, но в Дубае. Поэтому банк на самом деле очень сильно встает, даже от топовых конкурентов как бы там плохо не было у них. Ну и в целом мы поняли, что абсолютно большие проблемы с обслуживанием, и в целом без этой коммуникации пользователя и банка. Мы прочитали, когда регулировали все отзывы, и в целом находили людей, которые являются банками, даже если это экспаты, мы обнаружили такую информацию, что, блин, я куда-то перевел деньги, я хочу узнать те мои деньги, никто мне не отвечает, я звонил, я пишу на почту, в предложении нет возможности связаться с банком, какие-то шаблонные письма отправляют, что ваш запрос принят, и, короче, абсолютно катастрофа. Да, и потом мы приступили к генерации идей. Наверное, тут было достаточно сложно нам сориентироваться, что мы точно хотим, при том условии, что у нас есть определенная корпоративная культура в студии, дизайн-культура, принципы которой были прописаны самим Олегом, и это то, без чего не обходится ни один наш проект. Есть определенные столбы, на которых все это держится. Изначально любой продукт должен быть функциональным, он должен закрывать потребность, чтобы все, в принципе, работало. Следующее, если мы про бюро говорим, то это про удобство. То есть все должно быть построенным по юзер-френде. Мы не должны напрягать пользователя, мы должны максимально употреблять самые сложные кнопки, переходы и все это прочее. Мы должны это учитывать. И вот есть такой момент, как эмоциональная связь. То есть не каждая студия, не каждое агентство идет дальше, оно закрывает потребности бизнеса, лишь бы работало и укладывалось в срок. Но мы иногда этим пренебрегаем и закладываем время на проработку определенных каких-то фичей, моментов визуального оформления, которое бы складывало эмоциональную связь между пользователем и приложением, условно любым продуктом. И мы этому уделяем очень много внимания. А примером этого эмоционального дизайна, который мы практикуем в студии, может быть, вот, допустим, голосовой помощник билайна. Ты покупаешь билет в другую страну, и тебе приложение в виде пуша, в виде любого другого сообщения не просто напоминает о том, что вот, смотри, ты купил себе билет, он тебе пишет. До свидания, Александр. Наслаждайся билайном и не забудь взять зонтик. В Париже будет. Ну, сейчас уйдет дождь. И вот этот момент с использованием эмоций, которые сейчас повсюду используются очень активно, и они уже стали частью нашего цифрового общения. Без него мы сейчас никуда не можем уйти. И вот эта вот связь, как будто бы тебе мама тепло напомнила о том, блин, не забудь навязать перчатки, а то руки отморозишь. И вот это внедрение эмоций в дизайн – это очень важно. То есть это такой самый простой пример, который мы подсветили, но на самом деле он гораздо бывает сложнее, то есть более завуалированный, и ты только можешь почувствовать, не всегда это так активно понятно. И, используя вот эти принципы, наши подходы, мы, конечно же, пошли дальше. Может, мы тут пропустим? Уже подробнее рассказали. В принципе, да. Ну, верни чуть-чуть назад. Может, мы зря делали, что ли? У нас есть специальная страница на сайте. Мы сначала сделали ее на английском языке, так как мы все-таки шагнули уже за рубеж. И мы посчитали, что будет правильнее, если мы сначала сверстаемся на английском, а потом для своих переведем, как бы наши уже, в принципе, привыкли. До них это будет не новостью. И мы прям подчеркнули каждый наш принцип у нас на сайте. Мы сделали это очень интересным способом. Допустим, на Functional мы сделали бегущий ползунок, в интервью расширять буквы. Мы так показали очень остроумно, что умница то, что все работает так, как нам надо. User-friendly мы сделали адаптивным с темной темой в светлую, что мы подстраиваемся под разные времена суток. И Emotion у нас там прыгающая буковка, которая показывает, что вот мы вызываем эмоции. Вот такие вот мы фантазеры, получается. Да, и мы это добавили себе на сайт. И когда мы начали рассматривать идеи, мы сидели, мы, конечно, все напряглись. Мы такие, так, чем удивить самых зажирыточных людей этого мира, то есть что нужно точно учесть? А какие культурные принадлежности, особенности, вообще что нужно учесть в принципе? Мы начали раскидывать какую-то карту идей, где выписывали все самые блюдовые, самые классные, серьезные идеи. И мы ни от чего не отказывались. Мы начали проводить исследования внутренние по дизайну и решили, что мы будем использовать какое-то интерактивное взаимодействие. Потому что это люди визуалы. Мы будем точно вовлекать процесс. То есть это значит такая система ачива должна быть, относящаяся к мотивации на завершение какого-то там действия. То есть мы не будем просто составлять сайт пользователя, мы будем это как-то улучшать. То есть мы будем давать возможность человеку не звучать во время пользования приложением. Мы будем использовать, конечно же, персонализацию. Это не просто использование имени в самом начале, там, добро пожаловать. Мы будем идти дальше и на сегменты делить людей. То есть кто приятный, кто в приоритете, кто чуть пониже и обычный пользователь. Этим пользуются у нас, допустим, в Кинькове. Это нормальная история. Черная карточка, там, серебряная, золотая и так далее. Мы тоже решили это показывать в ОАЭ. И, конечно же, очень много визуализации. Визуализации траты. Потому что люди, которые приводят бесконечно прикладывать карты и спускать миллионы за раз, они должны понимать, что в этом месяце они будут, но они потратили меньше, чем хотели бы. И они должны увидеть этот, допустим, условный какой-то шарик. И сделать для себя выводы и тратить еще больше денег. То есть они живут на каких-то тратах. Мы решили на этой вот привычке поиграться немножко. Как мы приступили к реализации? О том, о чем я говорила. То есть мы поделились все на сегменты. Розничная торговля превалирует, допустим, синие цвета. А приоритет такой зеленый, нейтральный и частное лицо это что-то золото, черное. Почему золото? Потому что это пески. Потому что это деньги. Мы совместили вот эти две, как сказать, две роскоши, которые им привычные и понятные. И решили добавить это все в текстурах. Мы не прогадали, если честно, скажу наперед. Используя заставки приветствующего экрана. Понятное дело, вот та самая персонализация, где мы приветствуем с именем, с использованием. И, конечно же, что такое ООО? Это вода рядом. И это пески. И мы решили это все интегрировать в заставки. Заставки мы генерили через нейросеть. Очень советую, очень поручаю, очень помогает. Это прям реально работающая тема. Мы с ней сгенерировали почти весь контент, который есть в этом приложении. Также хочется сказать, что люди не привыкли к каким-то анбордингам. Это у нас здесь все понятно. Вышла новая фича. Нам, значит, сразу показывается какой-то экран в приложении банка. Вот, нажимаете кнопочку. Здесь, смотрите, мы выкратили новое обновление. Теперь вам удобно траты относить сюда, относить туда. У них такого нет. Вообще такой культуры нет. То есть, если что-то появляется, Бог даст и поймешь, что это вообще как-то работает. Поэтому мы решили немного их смотивировать на какое-то дополнительное финансовое образование. Потому что у людей, у которых такого владения, это просто необходимость для этого. Также, Юля, может ли? Да. Мы здесь не только по дизайн с вами говорим, но и про какие-то метки банка. То есть, все, что касается таких вот тех кинпич, они должны работать на прибыль. Текущих клиентов, новых клиентов привлекать это всегда дорого. Поэтому сейчас люди всегда работают над лояльностью. Над лояльностью текущих людей для того, чтобы извлекать, помогать им. Точнее, делать их адвокатами нашего бренда, для того, чтобы они приводили нам этих клиентов за что-то. И, например, мы предусмотрели такую историю, что мы давали возможность зайти в свои контакты и, в целом, выслать приглашение тому человеку какого-либо, и получить соответственно баллы, чтобы потом потратить вместе с... Как их называют? Партнеры. С партнерами банка потратить соответственно вот эти баллы. Как вы в процессе изучения твити поняли? У них огромное количество партнеров. Там вообще всякие бренды и куча-куча всего. И это не предусмотрено вообще нигде. И говорится про это на последних слайдах, на последних где-то там внутренних страницах банка. Поэтому такую историю вы решили заложить в доложей. Ничего не было. Вот та самая визуализация объема сделок и трат, о которой я говорила. То есть мы добавили вот этот элемент гиммификации, когда человек может зайти посмотреть на свои траты, ему эти графики абсолютно непонятно. Вот до одного места. Он смотрит и думает, ну да, я много трачу. А можно чуть более детально? И мы решили, что эти графики реально для них это суперсложно. Мы решили сделать вот такие вот золотистые какие-то шары и синие. Ты еще можешь пальцем поподкидывать их и узнать чуть больше о своих тратах. И тем самым подсветить какие-то вот поля, которые надо срочно закрыть, потратив лишних пару сотен миллиардов. Я там, я не знаю. И тут тоже была такая история, связанная с рейтингом пользователей, для того, чтобы, так скажем, почесать через своих самых таких лояльных клиентов, для того, чтобы, смотри, ты вот столько тратишь. Поэтому ты вот сейчас в рейтинге такой. И на самом деле, как оказывается, и в целом потом... Блин, это будет спойлер, ну ладно, не буду спойлерить. Короче, и такая идея сработала и работает. И хоть немного про сову сказать, которую я очень вырезала, поэтому простите, не было времени. Про сочетание вот этих культурных особенностей. Мы, конечно же, рискнули, да, мы зашли в новый рынок, мы выбрали самого жирного клиента. Мы, казалось бы, продумали и просчитали все, что только возможно, но нет. Когда мы начали генерить какие-то изображения, мы просто увлеклись золотом максимально. Мы увлеклись какими-то переливами, доспехами. Мы разыгрались. И в моменте мы забыли себя чуть-чуть перепроверить. И, как оказалось, сова — это у нас знак мудрости. А у них это, там, курилейсник, предназначитель смерти и все прочее. А мы ориентировались на герб, который у них есть, потому что там есть такой сокол золотой. И золотой, потому что он весь в песках. И мы такие, ну, это будет сокол. Нет, это получилось сова. И мы такие, нет, просто недоразглядели, ребят. Они нам простили, конечно же, это. Мы все поулыбались. Мы сказали, в следующий раз мы чуть-чуть допилим, и будет тот самый сокол, о котором мы говорим. И, в общем, да. То есть, когда ты продумываешь какие-то такие вещи в плане визуализации, нужно учитывать еще этот культурный код. То есть, какие-то прям местные, там, не знаю, символика, потому что люди верующие. И, конечно же, невозможно все предугадать, но в этой ситуации нужно быть более гибким, говорливым. И наши менеджеры отлично защитили эту презентацию. То есть, нам не влетело. Наоборот, они улыбнулись и сказали, хорошо, мы поняли, приняли, пойдем дальше. Надо ускоряться. Да-да-да, я ускоряюсь. Хочется сказать про AR-механику, которую мы тоже добавили для дополнительной визуализации. Мы посчитали, в принципе, что это важно добавить, и это имеет место быть, потому что у людей точно наберется денег на один хотя бы слиток золота. И это те самые люди, которым это важно посмотреть, насколько я крутой. И мы добавили возможность менять, допустим, доллары на слитки золота, чтобы человек понимал, сколько у него денег есть, и кешил свое эго. И это сработало. Это прям реально работает. Да, и в целом про ачивки, как уже раньше говорили, что это та задача была повысить лояльность, увеличить все продуктовые бизнес-метрики, для того, чтобы люди оставались, для того, чтобы люди пользовались продуктами этого банка, получали дополнительную выгоду. Ну, в целом, это не новое решение, но для текущего банка, и в целом государственных, и больших крупных корпораций, каковы... Да, это лишний способ, лишняя возможность посмотреть на золото, картинки, то есть это очень классно, поэтому мы это оставили. Да, еще тогда про последние фичи, как уже ранее говорилось, что мы хотим людей завлекать, привлекать и создавать какой-то визуал. Не только визуал, но, в принципе, интерактив. Мы продумали такую тендерскую историю для копилки. Люди копят, люди открывают эти продукты, и мы давали возможность людям выбирать, так скажем, по тиндеру... А можно следующий слайд? Как по тиндеру, что мне больше нравится в лесу, время проводить, либо не в лесу, либо где-то еще. Поэтому, после того, как мы накапливали какую-то статистику о пользователе, что им больше нравилось, мы могли бы предлагать какие-то решения от партнеров, что, например, этот партнер, у него там кемпинг классный, элитный в лесу, поэтому с этим партнером вы можете получить такой-то скидос и, соответственно, купить, если прямо здесь и сейчас. Да, еще, короче, такой момент, здесь тоже важно при этом подчеркнуть, как мы, в принципе, ранее говорили, есть большие проблемы с бизнес-процессами. И бизнес-процессы, они, кстати, вкладываются в такую историю, что когда люди пытаются сделать какую-то транзакцию, нужно определенное время для того, чтобы подождать и чтобы все случилось. Были такие ситуации, когда люди свапали какие-то моменты именно вот этих прелоудеров. Им это скучно, им это грустно, они берут свапают приложение, уходят куда-нибудь в другое место, возвращают снова приложение, а там ничего не сработало. И, в целом, с такой проблемой люди встречались, мы придумали такую историю, чтобы люди не нервничали, и, в принципе, было им прикольно посидеть и подождать. Мы предполагали такую, как игрушку, возможно, что-то похожее вы играли, есть такие игры. Придумали такую игру, за которую ты не просто сидишь и получаешь какие-то баллы, ты их потом реально можешь конвертировать во что-то особенное. И, как сказали нам потом в НБД, блин, да мы можем такое делать, будем давать всем баллы, всем по баллам. Как-то так. Да, ну а что произошло потом? Конечно же, была встреча. И причем встреча... Не думайте, что мы такие крутые, вот офис открыли, но у нас-то никого не было. У нас был только наш SEO, который приехал и начал только изучать эти территории. А встреча была до банальности простая, мы просто пришли в офис. Мы никого не предупреждали, вообще никто не понял, а что мы тут забыли, вообще сейчас какая-то презентация. Наши менеджеры стоят, такие, ну, мы подождем, хорошо, без проблем, только впустите нас. Нас пустили, это сработало, и дальше мы показывали презентацию. Менеджеры справились на отлично, они продали нам это золото, за дорого, то, как мы и хотели. Но потом было молчание, и молчание было больше одной недели. То есть мы уже похоронили проект, себя, студию, мы решили все бум расформироваться, мы не справились, потому что есть такая проблема, когда ты закидываешь себе такую большую цель ставишь, и она не срабатывает, это жестко бьет по эго. И мы, конечно же, все немного расстроились. Но потом, конечно же, случилось сотрудничество, к нам вернулись с обратной связью, и наш риск, наша такая напористаясь, она сработала. И, блин, это круто. И хоть сюда подвести итоги, что мы разработали дизайн чистого интерфейса с учетом всех болей пользователей, которые мы выявили в ходе нашего невероятного UX-исследования на коленке. Мы тщательно продумали путь пользователя, мы добавили вот этот визуальный стиль и элементы гимификации, которые изначально были в запросе у пользователей, для которых мы это приложение делали. И мы собрали кейс, который работает как лид-магнит. У нас сейчас с ним менеджеры ходят, залетают в любые банки, в любые офисы, и там все просто падают челюсти. Боже, что за подход? Мы такие, да, да, вот смотрите, пожалуйста, давайте деньги, договор, все, мы готовы работать. И, в принципе, мы надеялись, что хотя бы одна из двух задач у нас выполнится, а выполнены две. То есть мы и партнера привлекли на сотрудничество, и сейчас дальше ходим с ним, продаем с этим кейсом, и это работает. И так как вы, вот, хочется сказать, я говорю, я говорю, извините, не бойтесь рисковать, да, зарубежный рынок, он хоть и непонятный, но он очень классный, и он живой, и там есть деньги. И мы, как работники ЕРФ, можем там действительно показать соседям мастер-класс, и нужно не бояться удивлять, потому что простые вещи, которые у нас здесь приняты, для них это просто что-то крышесносное, и этим надо пользоваться сейчас, особенно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, и во-вторых, хочется сказать, что там история без анализа тоже не работает. Арабы и в целом Вена, все заказчики там очень сильно любят цифры. И такие подходы заходят, когда вы говорите о том, что мы привели колоссальную работу, по изучению вас, ваших процессов, это капец как сильно работает. А если вы еще найдете какие-нибудь интересные кейсы по нише, почему кемификация работает, и вот другой банк это внедрил, получил какой-то результат, обязательно вставляйте свои презы, и в целом доказывайте, ну, как скажем, необходимость той или иной фичи, либо того или иного подхода. Это, в принципе, любят. Мы уже скоро. Простите. И в-третьих, ну ты продолжаешь. Ну да, и в целом, как уже было сказано, подкрепляйте все ваши пичи кейсами, цифрами. Это все, что, в принципе, приводит к этому успеху именно в том регионе. В-четвертых, не бойтесь выходить с предложениями зарубежного клиента. Делайте это так же нагло, как и мы. Просто заходите в офис, если есть такая возможность, в студии. Если нет такой возможности, если вы фрилансеры, заходите в любых площадках, в общих, без разницы. И просто напрямую пишите вот эти холодные заявки, вот как бы вам стеснение не сжимало грудь. Вообще, супер расчетливый подход. Просто берете, пишете и предлагаете, я сделаю это кто-то. Либо внедряете в эту систему наглость условной внутри своей команды и продаете. Давай видим, давай шахнем, там не страшно, там есть деньги, мы точно что-то заработаем. Нужно рисковать и не бояться. В любом случае, если не получится добиться какого-то клиента, его расположения, у вас будет супер-классный, мощный кейс. В любом случае. Еще и на английском. Учите английский. Сто проц. Это теперь сильно надо. Ну и в целом, хотим сказать вам спасибо за то, что вы нас послушали и не разбежались, не узнули. И организатор тоже сюда. И ответственно, что вас пригласили. Ну и к вопросу. Расскажите, как вы поняли, что вам нужно выходить за пределы России и вот блок 100 большой, как определили, куда? Вот так раз вы раскрутили такие суда, или такие так, у кого там больше всего бабла дойдет? Как вы поняли? Как вы поняли? Как вы поняли? Ну, во-первых… Нет, ну мы не только в Америке. Просто больше русских там, в принципе, проще туда переехать, что-то найти для себя. Поэтому Аберика слишком пока не готова к нам. Не готова. А тут еще такой вопрос. Что случилось… Короче, не будем про эту тему развивать, но в целом, пока тот рынок на тот момент показался действительно более релевантным и к нам, и в целом даже по ситуации, что это действительно поближе, что у нас очень большой перекос во времени, то есть нам будет комфортно работать именно с этим заказчиком. Поэтому совокупность факторов привела к тому, что почему бы и нет? Да, при том, у нас есть разные клиенты по всему миру, то есть мы с Америкой, мы вообще со всеми сотрудничаем, у нас много сотрудников, кто живет в разных частях пояса. Бедная Надя с четырьмя детьми, вообще живет в Бразилии, и вот она ждет только там несколько клиентов, которые отвечают там за ёпучий свой пояс. То есть для нас это важно, но когда речь идет о силах, при привлечении на проекты сильных менеджеров, которые все находятся в России, нам эта разница все-таки важна, поэтому OLA это пока максимально комфортно. А дальше, ну не знаю, может с кем-то видеть, может что-то, ну по прочим, да? Командировка отправится? Мы должны... Вопросы? Да, да. Привет! Еще раз я Полит Нейс, дизайнер Жизе Львес. Мне интересно, сколько времени ушло до первой презентации? Сыроки, это что такое? Психова! Ну, мы... Примерно. Когда мы работаем над похожими проектами, когда это надо что-то сильно показать и как правильно это сделать красиво и качественно, это сильно быстро, нам примерно всю эту работу ушло около трех недель. Это стопроцентная загрузка всех. Да, да. Поэтому мы сразу выбрали для себя специалистов, которые точно справятся со сроками, которые не будут истерить, которые там не будут говорить, я устал, у меня не подбегается проект. Мы взяли те, кто резиновые. В принципе, те, кто успевает все и сразу. И за каждым. Поэтому мы закрепили определенную задачу, чтобы не выходить за эти рамки, ну, временные, и чтобы никто никого не подбег. Взяли вот проведенных челов. Вот. Все справились. А кто-то выезжал там на месте, изучал исследованиями, занимался? У нас там живет парень. Он сейчас у нас, в принципе, работает менеджером по продажам. Он плюс-минус местный уже чувак, который работает там около пяти. Не работает, живет. И живет. Мы как бы его нашли, у нас потом с ним примерно все получилось. И он там для нас ходил, и снимал даже менюшки по зацелл. Смотри, это араб. Как он себя ведет в ситуации, когда он придет страдать денег? Можно зайти в гипток, условно, да, там, в любую другую сеть и сделать для себя какие-то пометки. Но мы решили, чтобы слишком долго и мы можем перестать работать в какой-то момент. Поэтому мы попросили нашего местного коллегу, нашего сотрудника, чтобы он походил и просто по ТЦ как же он. Самое, что интересно, они супертехнологичные ребята. То есть все они с телефонами, дамочки с телефонами, по всему ТЦ, я забыла как байп-байпом, нет, байп-байпом. Большой инициатор есть торговый. То есть у каждого в магазинах есть какие-то определенные истории, с QR-кодами. Они всегда все на телефонах. Они всегда там что-то, чекут или всегда на кассе состоятся с телефонами. То есть они прям что-то такие активные ребята на компании. В тот момент, когда много денег и много каких-то вот гаджетов, но ты не понимаешь, как этим пользоваться. То есть ты хочешь больше, но тебе общество и окружение, не знаю, среда твоей не дает. Поэтому мы на это не собираем. Круто, круто. Спасибо, девочки. Чего, ребят? Чего? Да ладно! Девочки, спасибо большое за доклад. Очень классно. Очень понравилось, как вы визуал сделали предложение. Но в начале вы говорили, что сейчас пользователи сталкиваются с тем, что у них там платежи по 3 дня переходят, что даже были ситуации, когда они думали, что вклад отправили по ошибке и поддержка долго отвечала. А удалось ли решить как-то эти проблемы пользователей? На перспективу. То есть какие-то наши идеи зашли и их начинают реализовывать прямо сейчас. Мы, когда потом начали более детально прорабатывать эту историю, конечно же, у нас в этом выстроился определенный road map и backlog. То есть сейчас взять, вставить сову классно, можно сейчас. Но для того, чтобы перелопачивать какие-то процессы, которые работают внутри, это достаточно долго, далеко и прочее. Поэтому пока эта задача стоит в backlog на обсуждение, и не только вместе с нами, а именно с теми людьми, которые процессы внутри налаживают. Да, это как они бэк-центры. Сразу было понятно, что нужно будет расширять команду, привлекать бэка, привлекать в принципе разработку и понимать, сколько денег и времени потребуется на проработку вот такой вот сложной операционки. Но они не отказались. И мы такие, хорошо давайте, ну это зашли с ними с дизайном, а там уже предлагали какие-то варианты на разработку. У нас то есть то и другое есть, и давайте начнем с одного, а потом предложим с другими. У нас есть всякие разные люди. Как бы тут надо будет постраивать. И идея не обложилась в долгий ящик. Эта идея зашла к клиенту. И в целом клиент тоже понимает, что это может работать. Поэтому это пока бэк-лог. Но мы к этому придем. Секущу. Я зашла. А вы давно уже работаете? Ну то есть первая презентация давно была? Первая презентация... А с этим именно клиентом? Сколько? Год прошло? Ну да, около года примерно. Поговорим мы об этом в России вот... Второй раз. Да, второй раз. Нет, именно первый. Здесь не первый. Здесь первый, да. А она там гастролирует. Не знаю. Что мы сами не можем показать, мы решили об этом здесь рассказать. Девчонки, привет. Спасибо большое за доклад. Очень понравилась подача. Такой большой масштабный продукт. А вы так долго сегодня рассказывали. Здорово. Вот. У меня к вас двое два вопроса. Первый, собственно, про аудиторию. Вот вы анализировали аудиторию. Сделали такие два портрета, условно, потенциальных клиентов. Да? Это арабы и экспаты. И вот визуал, вот этот вот, он как бы очень подходит арабам, богатым, дорого, вот это все. Вот. А как же вторая аудитория или партета работала? Они просто мирятся с этим, как привыкли. Но теперь в этом процессе они еще получают удовольствие просто визуально. То есть у них, в принципе, никто не спрашивал. Ну, и не будет спрашивать никогда. Это всегда будет, к сожалению, это всегда будут люди, которые просто работают руками. И как бы мы никак не можем повлиять ни на их заработок, ни на их комфорт, где они будут спать и так далее, но зато, когда они будут заходить в приложение, они будут заходить, потому что каждый получает зарплату, они будут именно в этом банке. То есть мы будем делать жизнь чуточку ярче. Плюс мотивация. Да, да, да. Старайтесь. И подолго. Круто, спасибо. И второй вопрос. Анализировали ли вы конкурентов именно из России? Ну, то есть вы, наверное, первые, кто пытался выйти на этот рынок, но, возможно, у кого-то не получилось или получилось. Вот откуда вы черпали best practices или, наоборот, какие-то антипримеры? Да, я тут отвечу. В принципе, как ранее говорили, у нас есть внутренний продукт, который нам эту историю очень сильно пустанул. То есть мы реально знаем, как работает мобильные приложения и как должен работать по-хорошему банки. Мы с этим работаем. У нас огромная экспертиза в этом плане. У нас даже есть цифры. То есть не просто какие-то красивые сконшоты, мы реально можем заказчику доказать, почему тебе надо убрать код для подтверждения платежа в своем банке, почему не делает, например, это звер, и почему у него это работает, да, либо условная альфа. То есть в этом плане нам очень сильно помогает этот наш продукт. То есть у нас есть экспертиза, у нас есть цифры, мы знаем, как это работает, и нам проще это продвигать. Да, и хочется сказать, что этот продукт не супер востребован у нас и на российском рынке, потому что все друг по другу все знают. Но нам это в работе для запроса жалов же помогает огромная база знаний. То есть вы можете купить подписку, пользоваться им, мы не против, но это не пользуется собой популярность, потому что мы все присыкившиеся к тому, что нас не удивить, да это нормально, это привычно, то есть у нас пользователи очень продвинутые. А там это работает, и не работает здесь, значит, будет работать где-то там, но мы туда это продаем. А кто-то из ребят пытался, вот так как вы знаете конкретно, Пытался ли выйти на тот же рынок, что и вы? Или вы первые решились на это? 100% не бело, абсолютно. 100% да, и в целом есть всего парочку конкурентов. Не будем о них говорить, да. Но мы про ближайших конкурентов знаем, что они тоже что-то там пробуют. Поэтому мы со своей стороны на добрые руки делаем огромную работу в плане пиара, чтобы следиться и как бы их там нужно прикрывать в тени, и они типа «Ах, это мы». А кто-то так будет, я посипрюшаю. Привет! Правда, очень крутой доклад, прям чувствуется, насколько была проделана колоссальная работа. И у меня такой вопрос. Вот вы сказали, вот вы неделю там ждали ответ, там уже все, вещи собираете. Вот реально, был ли какой-то план на тот случай, если они скажут «Ваш продукт вообще не интересен», вот что вы думали в таком случае? Много погрустить и пойти в другой кабинет, в другую дверь, в другой банк, и просто продавать его там. Опуская подробности о сотрудничестве и все прочее, просто говорить «Смотрите, какие группы». И вот это нажмираем. И просто вот… У нас была же цель, как запасной вариант, просто как «Литмагнит» использовать его. А сейчас мы и то, и другое используем вообще все. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Матвей. Я хотел бы спросить по поводу генерации идей. То есть у вас была куча просто фичей, прям вот миллион таких-то, таких-то там с аишкой и все дела. Тестировали ли вы эти фичи на пользователях? То есть как-то оценивали ли вы их нужность в приложении? То есть, допустим, у меня есть фича, которая показывает, сколько у меня денег в аишке, ну, точнее, сколько у меня золота. А если у меня нет денег, и у меня ничего не показывает, я такой расстраиваюсь, когда вижу, ну, типа, ничего. Как это работало у вас? Смотри, у нас было три недели, вот, и что-то протестировать было сложно. Но, как мы уже говорили, она были цифры и подтверждения тому, что это может работать. Поэтому мы, используя свой продукт, говоря о том, что такие вещи работают, мы проанализировали огромное количество заубежных материалов, мы искали открытые исследования там, в том числе и от Facebook, запрещенного в России социальной сети. Вот. Но, тем не менее, мы всю эту историю ресерчили, мы смотрели похожие релевантные кейсы, которые работают за рубежом и могут работать. Поэтому мы, правка защиты, мы прикладываем доказательные цифры, что вот, смотри, какая классная фича, она может работать. И смотри, она еще сработала у этого банка. И были результаты такие. Значит, возможно, потенциально это может работать у вас. Поэтому мы пошли от истории цифры, чтобы доказательную или иную фичу. Но, в целом, мы как специалисты, мы как эксперты, мы можем понять, да, что, например, окей, ладно, баблы прикольно, но не очень надо. Но оптимизировать ваш пользовательский путь до момента, когда пользователи отправляют кому-то деньги, тут действительно есть проблемы, они могут влиять на процессы и на ваши пользователи. А баблы подожду. То есть, в целом, приоритизация. Спасибо. Пожалуйста. Здрасьте. 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 Слушайте, у меня не вопрос. Я просто вам хочу сказать огромное спасибо, потому что офигенная работа с метафорами золотых песков, и очень крутые визуальные, и за три недели переломать такой огромный объем и презентовать его и получить клиента – супер. Спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Оля. Спасибо за это. Очень интересный фейс. У меня такой вопрос. Если я правильно поняла, ваш кейс – это такой очень продуманный, с большим количеством исследований или дизайн существующего банковского приложения. Я знаю, что многие дизайнеры, начинающие тоже, кстати, делают в качестве своих предпроектов гипердизайны, ну, чего угодно, приложения, которые они используют сами. Можете ли вам что-то посоветовать, типа, как улучшить их дизайн, что сделать, чтобы, ну, можно было, не стыдно было прийти к, не знаю, владельцам этого приложения, для которого они сделали редизайн. И предложите, вот, у меня есть офигенный дизайн, он повысит вам продажу. У меня есть предположение, что я делаю все в каких-то исследованиях. Сто процентов так и есть. Но, подожди, но хочется сказать, что залетать нужно всегда по обложке. Кто не согласен с этим, я вот даже слышу, что это абсолютно. Все оценивают всегда. Вот первые две секунды, вот, это просто нужно себя продать. Вот встать, открыть глаза и вот понадеяться, что вот сейчас меня обратят внимание. Они, как только обратили внимание, сразу при цифре. И вот про цифры. Про цифры, это, кстати, вот проект идеи, что прикольно показать красивую картинку, но надо доказать, что она будет работать и всегда переводить это в момент цифр и денег. То есть, да, понятно, пользователям вашим будет удобно. Вам будет сидеть директор, который будет с плотными глазами, говорит, понятно, сколько я с этого получу. То есть, в целом, вот эти все идеи, их всегда нужно конвертировать. Да, пользователям будет удобно, и что же им будет удобно? А то, что ваш бизнес-метрик будет увеличиваться. Козыряйте всякими классными терминологиями типа LTV, показатели бизнеса, доходы, расходы, роми. Изучайте, кстати, эту сферу. Бизнес-метрику сдать классно, потому что бизнес-метрикам впоследствии будет очень сильно помогать вам на преселе. Люди любят цифры. Людям, как правило, да, классно смотреть, но прикольно. Не люди, Юля. Кухонный клиент. Это отдельная классная. Любят цифры, поэтому заходите с прессой своего дизайна надо именно с этой позиции. Вы проанализировали, и сколько для вас это будет пропить в будущем? И экономить время клиента, к которому ты заходишь, потому что для нас минуты — это 60 секунд, для него минуты — это несколько сотен тысяч, которые он просто потратил, слушая тебя. И это нужно учитывать, что люди не так красиво не было, какой бы ты привлекательный и харизматичный не был, на это все закрывают глаза, нужно просто залетать. Первую пару секунд мы продали картинку, а потом мы просто по цифрам экономим время и продаем, продаем, продаем. К сожалению, да, дизайн в ней идет, он идет в паре с продажами. Это нужно просто себе зарубить на носу и показывать повеску, да, для зрителей. Но в любом случае нужно это учитывать, что если ты заходишь в дизайн, не важно, ты линейный сотрудник, либо ты в отделе продаж, это идет вместе. Хочешь быть в детстве, ты должен уметь продавать. Все. Себя, то, что ты делаешь, с кем ты работаешь, вообще без разницы. Вот на продажах можно фокусировать, к сожалению. Мало просто будет красиво и удобно. К сожалению. К счастью. К счастью. Спасибо большое. Пожалуйста. Максим, мы в студии «Маховный Групп», я руководитель компании. Девчонки, спасибо за сжигательный, эмоциональный, крутой доклад. Финишно прям очень круто. И у меня вопрос, вот вы все делали дизайн, он хорош, вы его продали с цифрами, но, как я понимаю, проект делали не вы. Ну, техническую реализацию приложения. Ну, пока нет. Ну, пока нет, да. Ну, то есть, оно запущено или оно не запущено? Приложение работает, оно, в принципе, работало. Сейчас идут такие плавные перестройки, да, что начинают внедряться определенные фичи, уже появляются элементы нового дизайна. Потихоньку, помаленьку все это происходит. Но, хочется просто сказать, что когда мы пришли к этому клиенту, он только что закончил дизайн от другого клиента. И об этом была еще дополнительная сложность, что им очень понравилось то, что сделали мы, но они такие, блин, ну, мы только что платили столько денег, пускай поработает этот дизайн у нас, но мы параллельно уже на тресте будем делать паш. И вот так вот это и произошло. Кстати, Александр, что интересно, потом узнали, примерно 3 или 2 недели прошло с момента запуска нового приложения. И тут вот вы знаете какие. А хотите еще? Да, и все равно... Значит, вы вовремя. И вот как раз мой вопрос. Это было как бы предисловие. Дизайнерское сопровождение проекта вы делали, и насколько сложно вот именно, ну, мы понимаем, что мы нарисовали, мы сделали, да, но реализует другая команда. То есть, как проходило дизайнерское сопровождение, сколько вы на это время потратили, включали у этого стоимость проекта, или вы это сделали уже на фане. То есть, вот эта боль, она была? Или вы просто отдали, просто запустили, увидели, и в принципе, задача максимум выполнена? Спасибо. То, что мы можем сказать, за что нас не уволят, вот, это будет выглядеть так. Никогда нельзя ничего отдавать просто так кому-то. Вот с момента, когда вы продали, идет дополнительная киберпродажа. вот, просто, такая плита массивная из смех. И вот, как только человек тебе говорит, да, я согласен, вот тут и брошу за руку, и просто ведешь до конца, пока ты не закончишь этот продукт, пока в процессе не предложишь новый, и у вас будет дополнительное сотрудничество. То есть, это такая вот замкнутая цепочка. Если тебе идут навстречу, то пускать его нельзя. То есть, мы так и поступаем. То есть, мы выделенно, разминенно, идем шаг за шагом. Понятное дело, что мы говорим дополнительно о том, что, блин, нельзя делать просто арт-дизайн, нужно ревью. Вот у нас есть арт-директор, а вот у нас есть менеджер, который говорит на английском, вам будет комфортно. То есть, мы дополнительно подливаем масло в огонь, и, ну, это не для кого-нибудь не секрет, чем растягивать больше сроки, тем, мы больше все заработаем. То есть, ну, тут нельзя подливать палку, то есть, мы не наклеим, мы просто действительно обозначаем, что эта работа будет столько-то длиться, она будет столько-то стоить. Когда закончится эта работа, будем делать вот это. Потому что нужно развивать у нас спринты, мы их погружаем в этот процесс, мы продаем им этот процесс, и они их верят. То есть, они не ждут от нас прям по щелчку в щелчку. И мы это, конечно, никуда не отпускаем. Зачем? Мы же так... Я скажу, глаза в людей, они зашли с ноги, они зашли, мы будем платить на денег. Класс! Ну, так и всегда. Ну что, сначала пострияли глазками, а потом, все в долгосрок, в отношении идет. Ну, просто. Да, так и работает. Спасибо, девчонки. Давайте поаплодируем за вопросы, за вопросы, доклад. Спасибо.